Привет, друзья! Продолжаем с вами цветочную тематику. Сегодня мы будем делать с вами браслет с цветами. Это будут цветы сирени и будут пиановидные цветы, но внутрь цветочка мы будем помещать с вами стеклянную бусинку. В общем, новый способ создания цветов, но он достаточно быстрый. А еще покажу, как делать двухцветные листочки, чтобы при носке, если переворачиваются какие-то элементы на браслете, это выглядело игриво и интересно. Ну что, приступим! В качестве основного цвета я возьму розовый. Берите любые оттенки розовых, лиловых, то, что больше подходит у нас под пион. Дальше формирую колбаску трой с диаметром 1 см, с одной стороны пальчиком прищипывая, чтобы в срезе колбаска имела у нас каплевидные формы, каплевидные срезы. Дальше нарезаю на тонкие срезы буквально по 2 мм толщиной. Берем срез, это будущий лепесточек, немножко расплющиваем его пальцами, перекладываем на ладошку. Всегда, в принципе, мы формируем лепестки одинаково и стеком раскатываем верхнюю часть, прям размазываем ее по ладошке, чтобы она стала более тонкой. А нижнюю острую часть мы оставляем и сердцевинку, достаточно толстеньким и мясистыми. Все лепесточки формируем одинаково. При нарезке и при раскатке какие-то лепестки у нас будут больших размеров, какие-то меньше. Дальше берем вайнер, у меня вайнер лепестка универсального, брала молды от Ярослава. Достаточно давно пользуюсь этим вайнером, наверное, лет 7 мм. И вот укладываю по 2 заготовки лепестков и вторую половинку вайнера накрываю и делаю отпечатки желистой фактуры на каждом лепестке. Дальше в нижней части лепестков делаю углубление, придаем форму лодочке, чтобы немножко края поднялись вверх. Верхнюю часть не трогаю, чтобы не смазать все прожилки. Дальше беру пин с шариком, беру стеклянную бусинку, именно стеклянную, потому что мы будем запекать ее в духовке, она не должна будет расплавиться. Можете керамическую брать, в общем, ту, что выдержит температуру. И теперь, смотрите, выбираю 4 лепестка меньшего размера и оборачиваю их против часовой стрелки с заходом друг на друга внахлёст, оборачивая их вокруг этой бусинки. Последний лепесток подкладываю под первый, ряд замыкается, всего 4 маленьких лепестка. Дальше я лепестки эти раскрываю для того, чтобы было видно нашу красивую бусинку внутри. И как раз вот сердцевина цветка у нас не пустая. И второй ряд будет состоять из 4 лепестков, они будут более крупные. Также мы укладываем их против часовой стрелки. Лепестки укладываются внахлёст на предыдущие и на стыках лепестков предыдущего ряда. Последний лепесток опять же заводится под первый. Этот ряд замыкается. Мы иголочкой подправляем в нижней части цветка. Сейчас его переворачиваю, сглаживаю все неровности, которые могут быть. И дальше я иголочкой раскрываю лепестки. Я хочу, чтобы бусинка, которая внутри, она такая стеклянная, у меня битое стекло. Очень красивые, нежно-лиловые бусинки, чтобы их было видно внутри цветка. Дальше тонкогубцами подхватываем наши цветочки и размещаем в губки. В губки будем их запекать. Помимо цветов пионов, мы еще с вами сделаем сирень. Для этого я взяла фиолетовую пластику и сначала формирую, отрываю кусочек глины размером с горошинку. Дальше формирую капельку прямо на ладошке. Работаю, видите, на пальчнике, чтобы не прилипала глина к коже. И со стороны широкой части тонкими маникюрными ножницами я надрезаю нашу каплю на 5 равных частей. Раскрываю эти части, а теперь беру стек с такой силиконовой конусовидной лопаткой и начинаю расплющивать каждый из лепестков. Нажимаю стеком, давлю на ребро пальца и наш лепесток расплющивается. Дальше берем пин с шариком, вставляем по центру, то есть прокалываем наш цветочек. И в таком вертикальном стоячем положении мы сначала размещаем цветы на губки, а затем запекаем в духовом шкафу. Цветочка в сирене сделайте побольше. А вот для листьев я буду использовать фиолетовый, смешанный с черным и большое количество белого. То есть мне нужно получить грязно-фиолетовый оттенок. Я его получила, потом от него отрезаю небольшой кусочек, опять же беру много белой глины и делаю второй оттенок, более светлый. Он такой бело-лиловый, даже не скажу как он называется, ну немножко в серый уходит. Раскатываю два этих оттенка максимально тонко на пастомашине, дальше накладываю друг на друга, подрезаю все края, убираю пластику, которая в чистом виде и снова раскатываю уже двойной пласт на пастомашине на режиме равном 0,7-0,8 мм. Укладываю пласт на рабочую поверхность и дальше произвольно скальпелем нарезаю листочки. Листочки здесь мы не раскатываем на ладошки, мы их просто расплющиваем, их немножечко растягиваем, мы их утончаем по краям, при этом форма листика у нас остается. Дальше мы перекладываем это все в вайнер. Вайнер также я брала у Ярослава, я оставлю ссылки внизу в описании. И смотрите, на выходе у нас получается листочек разный с двух сторон по оттенкам, то есть он вроде бы в одной цветовой гамме, он подходит к нашему браслету, к лиловым маленьким цветочкам, но в то же время, если листочки будут переворачиваться, это будет очень интересно смотреться в браслете. Все, мы ставим на запекание наши заготовки и запекаем мы 30 минут при температуре 120-130 градусов. После этого даем заготовкам остыть и давайте возьмем цепь, цепь у меня звеном 6 мм, значит на двойное колечко я сначала присоединяю замочек карабин и дальше раскрываю звено цепи последняя и подвешиваю это колечко с замочком в последнем звене цепи. В предыдущем мастер-классе я показывала, что я раскрывала звени цепи, также здесь буду раскрывать и потом уже буду подвешивать изделия все. Но прежде чем подвешивать, нам нужно откусить лишнюю проволоку на пинах, оставляем где-то сантиметр, 12 мм, вот так по длине, и закручиваем пины двойными колечками на цветах пиона и на цветочках сирени. Полуторное двойное колечко у вас должно получиться, а вот в листочке мы вставляем соединительное колечко, плотненько его закрываем, я даже немножко внахлест всегда закрываю, чтобы не четко стык в стык соединялось кольцо, а немножечко внахлест заходило, так оно более крепко держится. И дальше я буду использовать еще вот эти нежные лиловые бусинки, беру пин с петелькой, беру шапочку, надеваю потом бусинку и вот такие вот бусинки, которые мы использовали внутри в цветах, мы будем использовать для того, чтобы разбавить декор в нашем браслете. Итак, я уже говорила, я раскрываю звено цепи, дальше я подвешиваю в каждом звене цепи по два элемента, при этом работаю двумя инструментами, так легче поддерживать. С двух сторон подвесила два элемента, опять накинула цепь и соединила цепь, замкнула ее. Но так вы делаете в том случае, если ваша цепь очень-очень прочная, если цепь не прочная, если она мягкая, вообще мягкие цепи лучше не использовать для браслетов, но если у вас такая, то лучше, конечно, тогда закручивать пины, петельки закручивать вокруг цепи, не разжимая звенья. По два элемента в каждом звене цепи мы крепим, я уже сделала на этом акцент, и равномерно распределяйте цветочки. Вот у меня всего семь пионов, поэтому определитесь, какая длина у вашего браслета и равномерно распределите пионы по всей длине. А все остальное перекрывайте маленькими цветами сирени, есть у нас бусинки, есть листочки. В общем, максимально плотно делайте ваш браслет, по два элемента будет в каждом звене достаточно. Ну вот, в принципе, и все. Я вам показала простой способ создания цветов, на который идет небольшое количество пластики, и в то же время цветы делаются достаточно просто, легко, всего 8 лепестков, а внутри цветка у вас заполнена сердцевина, и она интересная, на нее хочется смотреть, хочется наблюдать. В общем, друзья, если вам этот мастер-класс понравился, я буду только рада вашим изделиям. Пожалуйста, поставьте лайк, поддержите канал любым способом, оставьте комментарии, нажмите на колокольчик, поделитесь этим видео, я буду рада любой активности. На сегодня это все. Всем благ, всем безграничного вдохновения, творческих полетов, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok